Как обычно, по средам полистаем газету «Антенна» и узнаем самые интересные новости. В студии «Нашего утра» ее редактор Анастасия Телишева. Доброе утро! Доброе утро! Взаимно! Взаимно, наверное. На нашей обложке всеми узнаваемая женщина по имени Анжелика. О том, каким ангелом она осталась даже после того, что случилось в ее жизни, вы можете почитать в свежем выпуске «Антенны». Анжелика поведала нам, как ей живется сейчас, спустя месяцы после того, как она ушла из семьи, после того, как ушла от своего бывшего экс-мужа Николая, о том, какие отношения сейчас у них, как она сейчас живет со своим сыном Анастасом. Всем известно, что у Николая и у Анжелики общий сын Анастас, не очень большой мальчик, ему 8 лет всего. Вот как она его сейчас воспитывает, помогает ли Николай ей, как она относится к бывшему мужу, хотя по заголовку видно, что относится не очень. Если женщина называет бывшего мужа клоуном, мне кажется, что тут уже все ясно. Почему именно она его так называет, вы можете почитать в свежем выпуске нашей газеты. Эта неделя была еще наполнена очень печальным событием. Скончался Панин. Как это случилось, что это было, к сожалению, пока неизвестно. Какие-то мнения противоречивые постоянно. Да, какие-то что-то пока непонятные, я думаю, что стоит подождать. Я думаю, что это известно. То есть еще ведется следствие, да? И ведется следствие, да, началось следствие. А Антенна, между тем, вспоминала о том, каким человеком он был, как он снимался в кино. Оказывается, он мечтал воплотиться на сцене и в кино. Он хотел стать Гамлетом. Мне кажется, это такое желание очень многих. Я очень жалею, что этого не случилось. Мне кажется, что из Панина Гамлет получился бы замечательным. Мне кажется, он был такой тонко чувствующий и очень глубокий человек. Это все отмечают. Вот. И дань памяти нашей газеты, это полоса о Панине, о нем как о человеке. Также вот-вот закончится новое шоу телеканала ОНТ, точнее, как относительно новое. Новый сезон телешоу «Я пою». Последний концерт, а потом финал. Да, уже вот-вот будет, да. Вот-вот оно закончится. И Антенна вместе с телеканалом ОНТ вспоминала о самых замечательных эпизодах этого шоу. Столько недель мы были вместе, с этими детками, вместе с ними волновались, плакали. Сочувствовали. Да, да, им. И вот-вот уже станет названо имя победителя. Мы узнаем этого маленького человечка имя. И вот об этом обо всем вспоминает газета «Антенна». Также газета «Антенна» вместе с телеканалом ОНТ делает необычную акцию достаточно. Всем известно, что снимается шоу «Давай поженимся» в Москве. И мы ищем участников для этого телешоу. Одиноких? Одиноких. Поэтому вы можете послать свою анкетку. Ничего себе, есть шансы? Есть вам, мы поставим галочку. Прекрасно, прекрасно. Значок тайный. Воспроцентный знак. Да, два восклицательных знака. Поэтому если есть желающие попасть на съемки телешоу в Москву... Потому что это реально, все реально? Да, безусловно, безусловно. Посылайте. Девушки могут уже готовиться. Ну, мужчины тоже, Наталья. Вот даже один желающий есть. Нет, я имела в виду... Девушки... В качестве соискательниц... Соискательниц. Да, да. Ну да, да. Могут готовиться, безусловно, да. Так что те, кто желает попасть на съемки телешоу в Москве, уточню, не в Нинске, а в Москве, вы можете послать свои анкеты к нам в газету, и мы их вышли. И, кстати, благодаря газете «Антенна», между прочим, я узнал, что 17 марта – это, между прочим, прощенное воскресенье. Да, этому тоже посвящена полоса о том, как и какие звезды извиняются, кто кому хочет сказать эти слова тёплые, и те, что так хотят многие люди услышать, вы тоже можете почитать в свежем выпуске «Антенны». Прекрасно, здорово, очень много новостей, как всегда, много полезного. Безусловно. А на самом-то деле, несчастные люди. И болельщики их ругают, и тренеры измываются, и травмы преследуют постоянно. А вот некоторым совсем даже и не везёт. Вот, например, игроку швейцарского клуба «Тюрих», которого укусила куница. Зверёк выбежал на поле во время матча чемпионата страны с клубом «Тун». Ларис Бенито поймал животное, и тут же был ему кушан, из-за чего матч даже пришлось на время остановить. Спас ситуацию голкипер «Тюриха» Давид Де Коста. Он поймал и выдворил хищницу за пределы поля, и его зверёк не смог укусить из-за вратарских перчаток. Кстати, матч всё-таки доиграли, а «Тюрих» победил с разгромным счётом 4-0. Почти 770 долларов. Именно такую сумму получил бы каждый житель Земли, если бы общее состояние всех миллиардеров, вошедших в ежегодный список самых богатых людей в мире, по версии журнала «Форбс», было поделено между нами всеми поровну. По-честному. Не густо, но не отказался бы. А тему интересных цифр продолжит наша следующая рубрика. Этим утром мы пьём кофе «Якобс» вместе с участницей самого интересного и трогательного проекта телеканала ОНТ. Проекта, ради которого мы все с удовольствием ждём субботы, чтобы увидеть новые творческие достижения маленьких звёздочек. Участница «Я пою» София Богданова вместе с мамой Александра из студии «Наше утро». Сегодня доброе утро. Здравствуйте. Соня, ну ты уже знаешь, что ты уже маленькая звёздочка, самая настоящая? Знаю. Ну вот ты, наверное, уже чувствуешь себя на сцене, как настоящая артистка, да? Да. Ну только маленькая, да? Да. Ну вот скажи честно, ты волнуешься перед тем, как выходить на сцену? Переживаешь? Ну переживаю, но чуть-чуть. Ну ты боишься выходить на сцену или тебе хочется, ты аж ждёшь вот этого момента, когда ты выйдешь на сцену? Жду. Ждёшь. Ну не страшно? Нет. Молодец. Ну, значит, настоящая звезда уже. А как давно Соня начала петь? Ну Соня у нас поёт с самого маленького возраста, может, годика с двух они с дедушкой поют. То есть у дедушки есть музыкальное образование? Нет, они просто любители такие у нас, да. А как открылись способности вот именно у ребёнка? Просто я знаю, допустим, у меня открылись совершенно неожиданно в детском саду на табуретке. А у вас как? Ну у нас тоже начиналось всё с детского садика. Потом думаю, ну надо же нам куда-то идти. Мы пошли, поступили в ансамбль «Буслик». В этом «Буслике» мы позанимались, наверное, где-то месяц. И Сонечка меня спрашивает, мама, а когда меня будут показывать по телевизору? Ну всё, я уже поняла, что не всё так просто, что надо с этим что-то делать. Вот, и буквально на следующее лето, да, не прошло и года, действительно, Сонечку показали по телевизору на Славянском базаре. Мы попали благодаря нашим педагогам в «Буслике», благодаря режиссёру «Дня Белоруссии» на Славянском базаре в 2012 году, Вероника Янушевская-Алтушец. Вот, она тоже нас пригласила. И мы уже вот выступали на такой большой сцене. Это действительно вот как бы чудо, чудеса, ну, случаются не только у детей, но и у взрослых. Вот это счастье. Сонечка, а вот первая песня, которую ты спела, ну, серьёзно, вот от начала до конца, какая на сцене? Вообще, я не имею в виду проекте. Вот я, вот в ансамбле «Буслике» мне дали песню «Серёжка» называется, и я спела её. Да? А какие тебе песни нравятся, вот современные больше всего? Какую бы ты песню ещё хотела спеть? Не знаю. Ну, твоя любимая песня какая? А есть любимая артиста? Какие ты слушаешь? Вот моя песня, вот, любимая из мультика «Ариэль». «Ариэль»? Да, «Русалочка» «Ариэль». А ты можешь её спеть сейчас? Чуть-чуть, кусочек. Могу. Давай. Каждый пустяк тайну хранит, манит к себе, как волшебный магнит. Правда, что здесь скрывается целый мир? Вот мой глаз, вот мой секрет, ты посмотри, здесь чего только нет. Кажется, принадлежит. Вот, ну да, целый мир. Здорово, здорово. Молодец, молодец, браво, браво. Ты знаешь, не каждый артист даже может, которого попросить, вот, взять так и спеть вживую. Вообще, как бы неожиданно для меня, она никогда это не пела, только слушала на своей колонке. У нас была, да, своеобразная премьера. Соня, скажи, вот тебе очень нравится петь, да? Да. Ну, кроме того, что ты поешь, чем ты еще занимаешься? Занимаюсь гимнастикой, музыкальной школой, пением. Так. А играешь на чем-нибудь в музыкальной школе? Да, играю на фортепиано. На фортепиано. И как учительницу зовут? Наталья Альбертовна. Ух, ты это любишь свою учительницу? Да. Она тебя не ругает? Ух, ты это любишь свою учительница, Наталья Альбертовна Голубко, тоже такая солистка оркестра в ДКМА, тоже нас приглашала на концерт, пела там песни. А Саня же выступала на сцене до проекта «Я пою», ну, вот, кроме Слоянского базара? Ну, только в Буслике, там они, у них был концерт такой отчетный на подтверждение звания образцового ансамбля, но они так хорошо выступили. И дали даже звание им заслуженный любительский коллектив детской эстрадной песни «Буслик». Ну, знаете, вот, слыша то, как Соня поет, и вот, как даже сейчас она сидит ровненько, держит спинку, да, осанку, точно будущая артистка. Ну что ж, друзья, мы ненадолго прервемся, обязательно у нас еще очень много вопросов, а пока гороскоп в эфире ОМТР. Здорово в студии «Нашего утра» пьем кофе Якобс вместе с участницей проекта «Я пою» Софии Богдановой и ее мама Александра. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Соня, ну вот если говорить уже не о творчестве, например, да, а вот о том, например, во сколько ты встаешь утром, любишь ли ты подниматься по утрам? Не очень люблю, но я встаю. Так, а кто первый встает у вас дома? Мама. Мама. Она тебя будет? Да. Потом делает завтрак? Да. А что ты любишь на завтрак? Ну, яйцо, омлет. Нет. А сладенькое что-нибудь? Сладенькое, шоколадную вафель люблю. Соня, ну у нас есть информация, что ты поешь не только на русском языке красиво, что ты еще поешь на каком языке? В итальянском. Здорово. И расскажи, какую песню ты пела? Ну, это с проекта я пела «Джелата чоколада». Ты сразу освоила итальянский язык? Легко тебе удалось выучить? Я хочу сказать, мы вообще как бы учим. Ну, тяжеловато. Вот она всегда, ой, я это никогда не выучу, все. И вот у нее такая черта характера есть, что как бы тяжело, там, или в гимнастике, или в пении. Я говорю, давай, ну что, не будем ходить, ну давай бросим, не будем. Нет. Будем, не брошу, и вперед. И вот мы вот так ничего, и учим, и поем, и получаем потом удовольствие на сцене, да? Да. Ну, спой припев нам этой песни на итальянском языке. «Джелата чоколада, долг чепа салата, тут желата чоколата». «Он бачу чоколата и ты ля рубата, тут желата чоколата». Здорово. Браво, браво. Браво. А я хочу вот маму спросить, Александра, ну, понятно, что Софья сказала, что ей все давалось легко, она ничего не боялась, молодец, настоящая артистка. Ну, наверное, за все не боялась мама, я так подозреваю, за кулисами, да, и Заля. Расскажите о ваших ощущениях, вот что было самым таким волнительным и... Самым волнительным был первый концерт, когда я увидела действительно ее на сцене, с сопровождением оркестром, вышел Олег Елисеенков, и вот это первое появление, первые звуки оркестра, и когда ты видишь, когда ты видишь свое дитя, да, это и слезы, это такой шквал эмоций, что, я не знаю, наверное, это не передашь словами, что чувствует мама в этот момент. Ну, вот на ваш взгляд, вот проект «Я пою», ну, вот кроме того, что вот удовольствие, да, Софья выступления на сцене, да, публики, там, я не знаю, какая-то известность, да, на какое-то время, все-таки популярность, потому что проект очень популярен. Я знаю, что многие родители специально покупают билеты, ведут детей, которые даже вот и не поют вот именно на этот проект. А что еще дало участие вам в проекте? Что еще дало? Ну, что дало, Сонечка? Наверное, такое вот, как бы, раскрепощение ребенка и то, что она уже, как бы, ничего не боимся, да? Мы уже ничего не боимся. Может быть, какие-то новые друзья, может быть, у вас были интересные там какие-то, ну... Знакомства. Да, знакомства, проекты еще. Да, знакомства были очень интересные. Вот, когда были репетиции с президентским оркестром, мы уже видели всех детей, кто с кем поет, приходили очень известные люди, да. И вот, как и я, так и Соня, вот, она получает от этого удовольствие, когда она вот в этой тусовке находится, все. Вот глядя на успехи. Мы получали удовольствие. Все эти месяцы. Глядя на успехи, Соня, вот, чего бы вы хотели ей пожелать в будущем? Хочу ей пожелать, чтобы судьба была к ней благосклонна, чтобы Господь Бог ее не оставлял никогда, чтобы она была счастливая. Ну, я думаю, что обязательно все это сбудется, потому что самое искреннее, наверное, пожелание от мамы, правда? Да. А ты любишь маму? Скажи маме, как ты ее любишь. Ну, люблю, очень сильно люблю. Вот как? Видишь как? Я хочу сказать, что еще, Сонечка, очень сильно полюбили наши зрители, потому что мы сегодня вас пригласили, вы уже догадываетесь, не случайно, потому что у нас есть подарок. Герман его прячет. И не просто подарок, а я его прячу, и я тебе его сейчас отдам. Как ты думаешь, что это, Соня? Это? Я не буду тебя... Конечно, звездочка. Соня, смотри, это звездочка твоя, аплодисменты тебе звучат. Иди-ка ко мне сюда. Я тебе сейчас ее подцеплю красиво. Смотри. Еще одна победа. Это зрители тебе говорят большое спасибо за твою улыбку. Молодец. И за твой талант. Спасибо. И за твой талант. Я хочу сказать спасибо большое зрителям, что они за меня проголосовали. И это так ждало. И эта звездочка не только мне. Это еще звездочка моему Олегу Касманову и моим друзьям-казакам. Ничего себе. Которому она вместе пела. С ансамблем, да? Да. Здорово. Ну что ж, спасибо вам огромное. Мы еще раз вас вместе поздравляем с этой замечательной победой. Пойте, ни в коем случае не оставляйте это дело. Это прекрасно. Спасибо большое. Спасибо большое. Еще раз поздравляем. И хорошего дня и настроения. У нас в студии была участница проекта «Я пою» София Богданова и ее мама Александра.